так сейчас я еще включу нашу табличку здесь у нас разные артефакты с разных компаний есть мегафон с митинга есть камера которая всегда следит за нами есть плакат то что мы должны закрывать глаза на несправедливость это бочка тут есть несколько коннотаций ну во-первых что конечно самое все важное мы должны класть на бочку во-вторых это то на чем стоит наша страна на бочке нефти не надо нас злить люди добрые понимаете но жить уже кушать нечего некоторые нет тарифному грабежу нет власти которая грабит организуйся сопротивляйся борись скажите привет еще раз я не очень хорошо слышу честно спасибо спасибо всем кто пришел сегодня скажите почему новосибирь считается вот такой одной из оппозиционных столиц то есть вот здесь же очень такие интересные движения в этом плане происходит у нас когда-то это назывался красный пояс сибирь и так далее может что-то осталось тех времен то есть во власти представлены разные мнения даже сейчас то есть вы сами разговариваете я оппозиционный депутат избранный оппозиционный депутат нас четыре депутата были запрепли от нашей коалиции еще тогда двадцатом году то есть все эти люди которые мы звали в коалицию все в итоге дали бой единороссом ноги из которых сидели там по 20 лет а некоторые даже побольше 4 там 5 созывов подряд люди сидели никто не давал бой они думали что все их поддерживают у нас большинство говорили они сейчас не говорят то же самое наверное забыли то что было в двадцатом году посмотрим что будет дальше то есть коалиция это содружество независимых активистов независимых политиков средства общественных деятелей мирная жизнь я управляю компанией которая занимается инженерными изысканиями но вы также могли видеть меня организатором и ведущим митингов штаба алексея навального как думаете вы пройдете я думаю да не забудьте нас когда придете к власти спасибо это может быть вообще последние нормальные выборы в россии которые можно наблюдать которые можно выиграть на выборах мы получили голосов около четверти от всех кто пришел на выборы то есть можно сказать что мы третья политическая сила в городе официально то есть после единой россии и кпрф прямо сейчас мы и являются итоги 2022 года февраль публично выступил за прекращение боевых действий украине спустя год я по-прежнему выступают за мирные переговоры апрель удалось добиться отмена строительства дороги между школой номер 210 и детским садом бусинка нагорск октябрь после моего обращения в антимонопольную службу было возбуждено дело о махинациях мэрии землей на городском пляже и строительство удалось остановить ноябрь открыл консультации по вопросам призыва и мобилизации каждую пятницу мы с юристами ждем вас с 18 00 до 20 00 моей приемной на гидридической 17 декабрь получил много жалоб на отопление всем желающим помог составить заявление прокуратуру и наши юристы готовы сопрождать эти обращения в суды не ну здесь все просто сторонники дают сил то есть я к отшел политику потому что думал но надо что-то делать я думаю антон ты должен что-то сделать для этих людей которые те избирали я отсидел два срока спецприемники 4 4 суток в семнадцатом году и 10 суток относительно недавно уже во время своей депутатской деятельности это был 21 год штрафа какое-то количество было сейчас прямо на мне висит иск гражданский иск от главного управления мвд на оплату трех миллионов для заработы сотрудников полиции выходной день на митинге то есть они посчитали что так как они работали выходной день им положены специальные доплаты за это естественно они пытались списать их с меня как человек официально признан организатором хотя нет на этом митинге даже не было я сидел как раз тогда 10 суток спецприемники и не могу сказать отработали полицейских хорошо или не очень нужно им дополнительные выплаты платить или нет не знаю но требует их с меня мы объявили сбор пожертвований набрали уже около миллиона двести тысяч рублей то есть значительная сумма не один раз были обыски я формально был свидетелем по делу фбк назовем это так не знаю что с ним стало с этим делом никакой информации у меня нет никак все его что мне изъяли тогда уже год прошел нет год пройдет через пару недель так мне не вернули никакой информации нет больше меня никто об этом деле не спрашивала я ничего не знаю это что такое тоже политическое давление другой стороны но меня лично это бодрит и так по-хорошему злит если вы собой это делать а ну начать я по крайней мере вам являются занозы какой-то такой обещаю ваша спокойная жизни и той картинки которых транслируете мир что у вас вся поддержка оппозиция это так просто два процента непонятно какого представляющего я знаю что это не так вы знаете что это не так давайте покажем всем миру что это не так вот что вдохновляет привет привет ура прием с вами Антон Картавин и Хельга Пирогова депутаты Новосибирского городского совета ставьте лайки шерьте наш эфир комментируйте так нас видит гораздо больше людей заинтересуется сибирской политикой а она есть и ну блин забастовки прям уже в школах уже сколько там месяца два месяца в этой школе сейчас было забастовки сейчас уже 20 классов бастует это жесть это студия нашей еженедельного стрима прием но наш продакшн просто это локальные городские темы я не сказала что очень много людей постоянно в постоянном уровне всегда муниципальной городской политики то есть наши просмотры это там тысячи просмотров это не десятки не сотни тысяч потому что мы касаемся темы новосибирск с одной стороны это у нас как-то ограничивая т.е. мы не федеральный там уровень имеем известностей другой стороны ну наша аудитория здесь она разогрет она готова участвует она готова участвует слушание готова писать там жалобы подписи собирать но эти люди готовы участвовать городских проблем они болеют за город новосибирский мы с ними общаемся напрямую еженедельно наших стримах мне это тоже вдохновение 4 февраля прошел первый в новой истории города согласованный митинг против повышения тарифов. Его итогом стали 309 подписей под резолюцией, письмом губернатору Травникову с требованием снизить тарифы ЖКХ. Резолюция была сказана, если мы не будем услышаны, то соберемся снова и нас будет больше. Я хотел бы позвать на сцену нашего митинга депутата городского совета Сергея Бойко. Можно мне его послушать? Привет, Сергей, ты слышишь меня? Привет, друзья. Полтора года назад я встал перед выбором остаться в загнивающей бездуховной Европе или провести 10 лет в колонии, но дома на родине. Выбор так себе, но по крайней мере с вами по телефону хотя бы могу поговорить. Я не могу призывать к чему-то, но, к сожалению, нет сегодня другого пути добиться нормальных условий, кроме как выходить. Выходить столько, сколько нужно. Не вижу сейчас, что у вас на плакатах написано. Барин пощадим очень отплатить? Или вы требуете от Путина засунуть своего петрушку Травникова туда, откуда он вылез? Ну это очень важно, что вы вышли. Важно добиваться от власти к себе уважения и человеческого отношения, а не чтобы стригли как барана в перепойне. Спасибо, Сергей. Вот мы знаем, что Сергей Борко тоже покинул страну и находится в эмиграции. Вы как относитесь к своим будущим планам в этом аспекте? Не планируете ли переехать куда-то, если давление, например, не совсем сильное? Я уже рассказал, что на мне весит долг в 3 миллионам, и повесили его довольно поздно. И я расскажу сейчас историю с этим связанную. То есть все суды, все апелляции прошли уже полгода, никаких обременений на меня не вешается. Я заранее купил билеты в отпуск. Естественно, за моим перемещением через границу следят разные люди. Я переезжаю через границу, я приезжаю в Таиланд, это не секрет. И через дня 4 куча уведомлений, куча оповещений у тебя заблокировано. Считайте, выезд ограничен с территории Российской Федерации. И, естественно, я понимаю, что это тоже сделано не просто так. То есть это был сигнал. Антон, не хочешь ли ты там остаться? Мы тебе выехать не помешали. Оставайся там и не возвращайся. О, естественно, вернулся. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я не планирую никуда уезжать. То есть вы боитесь совсем? Ну, это не то, что бояться или не бояться. То есть никакой человек не хочет обыска, никакой человек не хочет сидеть в тюрьме, никакой человек не хочет иметь долг вместо там больших денег каких-то, которые у него случайно свалятся, не случайно, а благодаря его работе самоотверженной. Никой человек не хочет этого. И я тоже не хочу. Боюсь ли это? Ну, да нет. Уже привычно как-то. Это письма с приглашением участвовать в организации референдума всем муниципальным депутатам Новосибирской области. Всего будет около пяти тысяч таких писем по числу депутатов. В каждом районе, в каждом городе нашего региона сейчас нет прямых выборов. Давайте спросим, что об отмене выборов думают люди. Напрямую, без посредников. Разные были истории, все они показывают, что Новосибирск это большой такой вольный город в хорошем смысле этого слова, где люди все-таки, не могу сказать, что все, но многие дорожат своей свободой, и я хочу, чтобы они могли как раз высказаться по поводу отмены выборов, для этого и делать референдум. Месяц назад я анонсировал подготовку к региональному референдуму о возврате прямых выборов мэров Новосибирской области. И, само собой, я не мог не обратиться к мэру Новосибирска. Готов ли он участвовать в референдуме? Хочет ли он знать, что думают люди? Но, похоже, нашему городу остался руководитель не от революционной коммунистической партии, а от партии «Неуверенная Россия». От встречи Анатолий Евгеньевич решил уклониться. Придется обратиться в суд. Помимо игнорирования интересов жителей, Локоть еще и нарушил требования устава Новосибирска, по которому депутаты имеют право приема во внечеренном порядке у любого должностного лица города. А отсидеться не выйдет. Только что прошло собрание полосной избирательной комиссии по вопросу референдума. Как и предполагалось, начали докапываться буквально до каждой запятой. При этом все запятые правильно, но есть вещи, которые, допустим, в законе прямо не прописаны. Но они решили, что вот это мы так нарушаем закон. Мы все равно соберем все документы так, как они хотят. Окей, пожалуйста, мы пройдем этого цервера на страже подземного царства и пойдем дальше. Соберем все документы, подадим их заново. И, пожалуйста, я надеюсь, в следующий раз хоть не будет следующих двух придирок или трех придирок, которые они в этот раз не придумали, но придумали в следующий раз. Мы обязательно придем, подадим документы и проведем наш референдум. Слите. Потому что, понимаете, когда мы шли в 2020 году на выборы, ну, кто думал всерьез, что мы там будем побеждать, что будем громить этих единороссов? Все думали, ну, наверное, я пойду и попробую, наши избиратели. Они думали так. Большинство, по крайней мере, я думал. Попробуем что-то сделать. А тут они пришли и победили. Ну, эти люди, которые голосовали за нас, они же тоже победили. А сколько пришло бы с самого начала, если бы они знали, что вот сейчас их можно победить? Вот их тогда можно победить. Их можно победить в 2025 году и когда-нибудь в любой день. И это дает мне силу, осознание того, что наших противников можно победить. И тогда и страна наша, и будет другой город, и будет другой. Город Новосибирск. Это дает мне силу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok